добрый день уважаемые подписчики и зрители моего канала и все просто зашедшие на этот ролик сегодня мы оказались опять в париже это знаменитая эйфелева башня построена к международной выставке проводившийся в париже в 1889 году ну что ничего не напоминает эта башенка слишком уж смахивает на останкинскую телевышку вот так вот и и строили фотографии конечно не осталось но лишь одни рисунки это инженер эйфель это его детище который он спроектировал и построил 7 миллионов туристов ежегодно посещает этот аттракцион эйфеля всячески высмеивали за его детище за эту конструкцию но она шагнула намного столетий вперед в конструкции использована два с половиной миллиона заклепок эта комната которую эйфель приготовил специально для себя многие богатые мира сего просились переночевать там но никого туда так и не пустили в данный момент комната выглядит как музей с высоты птичьего полета весь париж словно на ладони завораживает но это лишь верхушка айсберга конструкция имеет естественно же технически подземные сооружения вход для простых смертных туда заказан мы опускаемся по лестнице вниз подземные коммуникации данного технического объекта объект многофункционален и использовался в разное время в различных целях в одном из подземных помещений даже разбили небольшой сад из которого видно башню снизу во времена так называемой первой мировой войны башни использовали как радиостанцию для передачи сигналов о чем свидетельствуют кабельные трассы которые сохранились до сих пор мечта о беспроводной передаче энергии и информации возникла у физиков и инженеров самых первых шагов практической электротехники о том что эта мечта не бесплодна убедительно свидетельствует достижение современной радиотехники обеспечивающей революцию в развитии средств связи это табличка оставленная французскими военными вот так вот они сидели и передавали по азбуке морза сообщения с их помощью даже задержали одну немецкую шпионку в наше время данное сооружение является достаточно сложным техническим объектом кстати лифты до сих пор используют старые системы гидравлики летом 1940 года в париж вошли немцы немецкие войска разместились как у себя дома они спокойно ходили по парижу и не боялись никаких партизан парижане тоже относились к ним крайне спокойно заводили знакомства и романы но куда же немцы без публичных домов это они все с собой завезли и в париж про эйфелеву башню они тоже конечно не забыли и начали использовать ее по соответствующему назначению а именно в качестве телевизионной вышки которая вещала на весь париж на двух языках немецком и французском по всему парижу установили порядка 100 телевизоров чтобы немецкие солдаты могли смотреть передачи на родном языке так появился немецкий канал париж но так как телевизоров на всех не хватало в париже появились самые первые ток-шоу на которые приглашались военнослужащие третьего рейха немцы планировали поставить все оборудование под свой стандарт и тут не на память пришел штутгарт а точнее одна из угловых башен в центре города благодаря радиоволнам мы не только передаем сигналы на любые нужные нам расстояния но и получаем информацию из самых удаленных областей вселенной тесла увлеченно работал над проектом мировой энергетической системы и был настолько уверен в его скором притворении что в 1903 году заявил о намерении осветить будущую всемирную выставку в париже ниагарской энергией передаваемой без проводов а принимать эту энергию должна была эйфелева башня спасибо за внимание пока пистолет а 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 Продолжение следует...